Плачевное состояние дорожного полотна в Рязани и области самое важное, но, к сожалению, далеко не единственная проблема, волнующая жителей города. После замены ламповых фонарей на светодиодные, рязанцы стали жаловаться на плохое освещение в разных районах города. Светодиодные лампы проработали в нормальном состоянии не так долго, как ожидалось. На прошедшем брифинге, посвященному ремонту дорог, Шукат Ахметов также затронул тему освещения проезжей части. В городе же Рязани поставили по светоотдаче неэффективные светильники. Естественно, мы сейчас с администрацией города понуждаем этого подрядчика заменить и поставить нужные светильники. Если не будет идти на встречу нам, естественно, мы будем ставить вопрос о расторжении контрактов, о привлечении к материальной соответствии с действующим контрактом. Ну а те люди, которые в составе подрядчиков превысили свои должностные полномочия, соответственно, компетентные органы сейчас проводят расследование, и виновные люди будут привлечены к ответственности, и судом будет доказана их вина. По словам первого зампреда правительства, энергосервисные контракты будут более эффективны, если каждая из сторон будет грамотна, а главное добросовестно выполнять свои обязательства. Одна из немногих дорог в городе, где с освещением практически нет проблем, это Северный обход. Там стоят натриевые лампы, но поставить их во всем городе и области нет возможности. Ну натриевые светильники, они дорогие в эксплуатации, и сами вот эти вот лампы, да, они натриевые дорогие, и в эксплуатации они потребляют большое количество электрической энергии. Вот в прошлом году мы 45 населенных пунктов, по которым проходят региональные дороги, осветили. Это большой шаг сделан. В этом году эта программа тоже будет продолжена, около 30 населенных пунктов будут освещены. И пока идут дебаты на тему, какие же светильники все-таки лучше. С наступлением темноты некоторые районы города все еще погружаются в кромешную тьму.